Что такое функция? Рассмотрим два множества. Множество х двухзначных чисел и множество у натуральных чисел меньше 10 000. К каждому элементу множества х поставим в соответствие тот элемент множества у, который является квадратом этого двухзначного числа. Например, числу 12 соответствует числу 144, числу 37 – число 1369. При этом любому элементу множества х соответствует единственный элемент множества у. Такие соответствия называют функциями. От латинского слова функcio – совершение, исполнение. Итак, функцией называется соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества. В рассмотренном примере соответствие между множеством х и множеством у было задано описанием. Функции часто задают аналитически, то есть с помощью формул. Итак, пусть х переменная, множеством значений которой является множество двухзначных чисел, то есть множество х, а у – переменная, множество значений которой является их квадраты, то есть подмножество множества у. Тогда соответствие между множествами х и у можно задать формулой, то есть у равняется х в квадрате. Значение переменной у зависит от значений х. Переменную у называют зависимой переменной или функцией, а переменную х – независимой переменной или аргументом. В рассмотренном примере все двузначные числа являются значениями аргументов, а соответствующие им квадраты – значениями функций. Рассмотрим формулы. b равняется а квадрат плюс а минус 12, и у равняется х делить на х минус 2. Этими формулами задаются функции. Действительно, каждому значению переменной а соответствует единственное значение переменной b. Например, если а равно минус 2, то b равно минус 2 в квадрате – это 4, плюс минус 2, то есть 4 минус 2 – это 2, и 2 минус 12 – минус 10. Если а равно 0, то b равно минус 12. Если а равно 5, то b равно 18. Каждому значению переменной х, отличному от двойки, соответствует единственное значение переменной у. Например, если х равно 0, то у также равен 0. Если х равен 4, то у равен 2. Если х равен минус 1, то у равен 1 третья. Мы сказали, что каждому значению переменной х, отличному от двойки, соответствует единственное значение переменной у. Почему х не должно равняться 2? Потому что если х будет равен 2, то в знаменателе этой дроби будет 0, а на 0 делить нельзя. Итак, говорят, что функция b равно а квадрат плюс а минус 12 определена на множестве всех значений переменной а. То есть вместо а мы можем брать любые числа. По-другому говорят, что область определения этой функции есть множество всех чисел. А вот функция у равно х делить на х минус 2 определена на множестве всех чисел, отличных от двойки. То есть областью определения этой функции является множество всех чисел, кроме числа 2. То есть вместо х мы можем подставлять все числа, кроме двойки. Вообще, областью определения функции называют множество значений аргументов. Если переменная у является функцией от переменной х, то используется запись вот такая у равно f от х. Если функция задана выражением с переменной х, то символом f от х обозначается выражение, которым задается функция. Например, вместо записи у равно модуль х можно записать f от х равно модуль х. То есть вместо у можно записать f от х. Пусть, например, требуется найти значение функции у равно f от х при х равном минус 2, где f от х равно х квадрат минус 2х. Тогда f от минус 2х это значение данной функции при х равном минус 2. То есть f от минус 2х равно подставляем вот сюда вместо х минус 2х. Получаем минус 2 в квадрате минус 2 умножить на минус 2 равно 4 плюс 4. 8. Аналогично, f от единицы равно 1 в квадрате минус 2 умножить на 1 это 1 минус 2, то есть минус 1. Буква f это имя данной функции. Правило соответствия. Для обозначения функции используются и другие буквы латинского или греческого алфавита g, h, φ и так далее. Например, h от х равно х квадрат плюс х минус 12, φ от х равно х делить на х минус 2. Для обозначения аргумента функции чаще всего используется буква х, но применяются и другие буквы а, т, р и так далее. Все значения, которые принимает функция, образуют множество, которое называют областью значений функции. Например, функция y равно модуль х принимает неотрицательное значение, то есть либо положительное, либо ноль. Значит, областью ее значений является множество всех неотрицательных чисел. Не всякое соответствие между множествами является функцией. Например, соответствие, при котором натуральному числу ставится в соответствие его простой делитель, не является функцией. Действительно, существуют натуральные числа, которым соответствует более одного простого делителя. Например, числу 6 соответствует число 2 и число 3, то есть 6 делится без остатка и на 2, и на 3. А вот функции должны являться такие соответствия, когда каждому элементу одного множества соответствует единственный элемент другого множества. Мы рассмотрели примеры функций, в которых значение аргумента и значение функции представляют собой числа. Такие функции называют числовыми функциями. Заметим, что в математике рассматриваются и нечисловые функции. Например, каждому рациональному числу соответствует единственная точка на координатной прямой. Это соответствие также является функцией. В курсе алгебры мы, главным образом, будем заниматься изучением числовых функций. С такими функциями вы уже неоднократно встречались. Приведем примеры. Пример 1. Пусть автомобиль движется со скоростью 70 км в час в течение 4 часов. S — пройденный им путь в километрах, а T — время его движения в часах. Переменная S является функцией от T. Эту функцию можно задать формулой S равно 70 умножить на T. где T больше либо равно 0, но меньше либо равно 4. То есть видим, что S зависит от T. T — это аргумент функции, а S — это функция. Пример 2. Пусть P — периметр квадрата в сантиметрах, а X — длина его стороны в сантиметрах. Переменная P является функцией от X, которую можно задать формулой. P равно 4X, где X больше 0, ну потому что сторона не может быть меньше, чем 0. Пример 3. Каждому натуральному числу n поставлено в соответствие число m, которое при делении на 3 в частном дает n и в остатке 1. Переменная m является функцией от n. Эту функцию можно задать формулой m равно 3n плюс 1, где n — натуральное число. Видим, что если мы вместо n возьмем любое число, например, 5, то получим 3 умножить на 5 — 15 и плюс 1 — 16. А число 16 при делении на 3 дает в частном n, то есть 5, и в остатке 1. Итак, какое бы мы число не подставили вместо n, у нас получится при делении на 3 в частном n и в остатке 1. То есть m — это функция от n. Пример 4. Первую часть пути от озера до станции турист прошел за 3 часа со скоростью 4 км в час. Затем 1 час отдыхал. А после отдыха оставшуюся часть пути до станции турист прошел за 2 часа со скоростью 5 км в час. Итак, расстояние s в километрах от озера до местонахождения туриста является функцией времени t в часах. Эту функцию можно задать тремя формулами. Когда время t изменяется от 0 до 3, то есть первые 3 часа, пока шел турист, расстояние от озера до местонахождения туриста равно 4t км, потому что шел первых 3 часа турист со скоростью 4 км в час. то есть в этом случае s равно 4t, если t от 0 до 3. В период от 3 до 4 часов, то есть четвертый час, расстояние остается неизменным, равным 12 км, то есть s равно 12. Итак, еще раз, турист прошел за первых 3 часа 12 км, потому что шел 3 часа со скоростью 4 км в час, прошел 12 км. Следующий час, четвертый, турист отдыхал, то есть он не шел, и в это время пройденное расстояние s не изменялось, оставалось 12, поэтому в этом случае s равно 12, если t от 3 до 4. Когда время t изменяется от 4 до 6, то есть следующие 2 часа, расстояние равно 12, то что было плюс 5 умножить на t минус 4 км. Почему? Потому что в следующих 2 часа турист шел со скоростью 5 км в час. Но при этом 4 часа до этого уже прошло, поэтому t минус 4. Это время умножить на 5, то есть на скорость. Таким образом, s в этом случае равно 12 плюс 5 умножить на t минус 4, если t от 4 до 6. Это можно записать короче, то есть не s, а s от t. А здесь раскрыли скобки, привели подобные, получили 5t минус 8. Областью определения этой функции служат все числа, удовлетворяющие двойному неравенству t от 0 до 6. То есть в нашем случае t это аргумент, и t изменяется от 0 до 6, потому что турист шел 6 часов. Если функция y равна f от x задана формулой и ее область определения не указана, то областью определения функции f является множество допустимых значений переменной x выражений f от x. Например, областью определения функции f от x равно 4x-3 делить на 2x-2 является область допустимых значений переменной x в выражении вот этом. То есть множество всех чисел кроме единицы, потому что можно вместо x подставлять любые числа кроме единицы, потому что 2 умножить на 1 минус 2 это 0, а на 0 делить нельзя. Добавим, что помимо описания и формул функции можно задавать таблицей. Так еще в древнем Вавилоне в 18 веке до нашей эры были составлены таблицы, в которых натуральному числу n ставились соответствия числа n2 n3 1 деленное на n и n2 плюс n3 Фактически с помощью этих таблиц были заданы функции, хотя определение функции было дано лишь через 2000 лет, а сам термин появился в работах Лейбница в 17 веке. На каждом железнодорожном вокзале есть таблица стоимости проезда на пригородных электропоездах в зависимости от зоны, в которой находится пункт назначения. Это также пример табличного задания функции. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok